что друзья всем привет опять я на своей очередной рыбалке уже середина ноября река муховец сани решили созвониться и встретиться саня наш саня привет саня наш заговоренный плане рыбы он даже в ванной наловит поэтому вот решили приехать на так называемую бульков скую плотину весной она хорошо выстрелила по рыбе вот посмотрим сейчас как это будет уже поздней осенью там прочитали один небольшой отчетик вроде бы как человек тут очень хорошо половил вот решили приехать проверить время уже девять утра разложились мы где-то к 8 пока закормились к забросились в общем час сидим уже пока даже шевеления нету даже крючок даже не мотылика ничего даже не тронула но пытаемся ловить мотылик чередуем с опарышем всякий вариант саня на ловит опарыш с мотылем чередует а я чисто пока на мотыля пробую вот что значит у нас у саши пока поводок поставил метр двадцать длиной я поставил 90 сантиметров так что что еще по прикормке у меня с прошлой рыбалки остался замороженный резко черный лещ резко река но это все спортивной коллекции и я сейчас добавил еще грамм 300 у меня раз пряный был спорт вот вместо кориандра я решил пряный рез добавить ну так пряный раз на самом деле перебивает все эти предыдущие запахи дистанция у нас небольшая у меня примерно 22 23 метра у саши ближе шлюз хорошо открыт потому что течение относительно неплохое у меня вот поставил кормушку 50 грамм удилище кверху задрал все равно сносит все равно подтаскивает вот у саши поближе вроде бы не так сильно поэтому что все продолжаем рыбачить смотрим за рыбалкой не успел я с вами поговорить сразу же у меня была первая поклевка вот 9 часов 902 первая рыба хорошо вот какой уже приличный подлечь клюнул вот и саньки уже поймал 1 прошло полчаса четвертая рыбка и вот как первая рыба клюнула на 3 мотылька и глушу 1 пиночкой так больше пока не экспериментирую вроде бы клюет но на течение неудобно все на течение поклевки хорошо видно сразу такие красивые загибы поэтому ничего не меняю поводок 90 сантиметров 01 овнар крючок фуда не помню как название но такой по овнару вроде бы как размер 14 но написано на пачке что 16 номер так что ловим дальше уже прохладно поэтому мотыля храню в такой коробке и на пластовой очень удобно и мотыль живой вот 33 мотылика и 1 пиночка все саня жалуется что у него рыба не клюет чувствую сейчас пойдет входит в машину или в лесок зачитает его секретное стихотворение и у него все будет хорошо продолжаем рыбачить видите сани нету уже пошел пошел в машину или куда-то в лесочек или в машину но сейчас посмотрим а вот выходит довольны но сейчас посмотрим будут у него поклевки или нет пошел видать что-то читанул вот у него уже с того момента как он пришел уже третья рыба и вот что тут можно сказать ну сто процентов знает какой-то заклинание 10 часов рыбка клюет начал дождик небольшой морсить зонтик пришлось достать и у сани уже начала поплевывает рыба в усани зонта нету поэтому поэтому он сегодня целое утро жалуется почему у него не клюет теперь почему дождь него зонта он дом не дома зонт не взял вот он так наноет наноет и потом наловит килограмм 10 рыбы начал начал одевать по пять мотыликов пинку не добавляю но вроде бы так немножко рыбка покрупнее стало и мне кажется что поклевки чуть чуть быстрее ну там ненамного но тем не менее так что смотрим сейчас пока на большие пучки пока клюет пока интересно не скучно сидит так что продолжаем дальше рыбачить что не добавлять а мотыля мелкого сани мотыля мелкого начал добавлять то у него ешь сразу же подошел вот что-то такое вот я на я мотыля порезал с опарышем такую кашу сделал небольшую но буквально дал только две кормушки больше не даю не знаю почему но пока не дают на сухой корм ловлю и все так короче пока поклевок нету хочу сказать вас если ты сможешь это видео большое тебе спасибо у меня к сожалению поломал ручку подсачка на одной из рыбалок рязку так доставал и она у меня треснула просто вот вся вот эта часть думали сначала он давайте думал сначала лаком как-то там нитками перевязать но все равно трещины шли дальше поэтому он не нашел поклевка что ли да потом да расскажу вообще буду рассказывать подобрал колено просто идеальная но я потом покажу так ладно пока мы достанем рыбку а потом уже это расскажу во всяком случае ручка подсачка на подлещиках пока прошла на легче от тест пока еще не проходила но на хороший подле ох как пошел ты смотри бойки но на хороших подлещиках нормально вот на таких подлещиках нормально держит ручка так ладно да расскажу вот вот эти вот моя родная такая палка была ну второе колено именно а он подобрал первое колено вот именно которая идет уже само к самому подсадчику просто идеальная вклеила эту ставку посмотрите как качественно все именно которая закручивать вы наклеил ее на клей но там она под не подходила но как и там отдал токурю ее подточили просто супер так что вася огромное тебе спасибо а кому интересно из брестских рыболовов пишите в комментариях оставлю его номер телефона у него еще павильон есть в микрорайоне на речице рыболовный поэтому можете у него там что-то еще будет купить все продолжаем дальше рыбачить не большой крупная отошла рыбка мелкие поклевка была такая быстрая что даже корм не вымола с кормушки еще за отлично знает все таки гад какое-то заклинание поэтому все у него хорошо время 11 часов рыбка отошла от более-менее активный клев был с 9 утра до 10 вот сейчас до 11 я поймал только два за час 10 до 11 полом поймал только два подлещика это чередую всякие насадки вымучаю его и подлещик стал мельче мельче такой грамм по 150 до этого был побольше больше 200 по 300 крупный отошел поэтому сидим ждем дальше вымучаем сейчас буду пробовать ставить поводок такой же оставлю 90 на крючочек поставлю 17 чинту помельче чтобы был будем вымучивать что-то вот будем такой маленький крючок использовать тактика маленький крючок и 12 мотыльника не работает поэтому выбираем тактику побольше крючок и хороший пучок мотыля 5-6 штучек оставшиеся в кормушку и в бой зон сзади стоит поэтому неудобно приходится вроде дистанция небольшая но приходится кидать стоя хочу показать какими крючками я ловлю сегодня вот такими вот в принципе нормально просекает рыбу проволока тоненькая мотылик хорошо одевается у сани много мелкого мотылья с песком вот он решил либо пан либо пропал либо окунь подойдет с ершом либо подлещик бахнул туда кучу и уже подлещик второй подлещик за три минуты судя по саниным поклевкам пришлось взять у него мотыля мелкого он на него землей перед перебитый сейчас будем пробовать такую тактику закинем мелкого мотыль к закормочного ну что друзья ровно три часа вот грубо говоря с девяти до трех за шесть часов мы порыбачили что я могу сказать опары ой говорю опары шпинка с мотылем просто мотыль всякие делали варианты 2-3 мотылика и так далее всякие делали варианты и закормочный мотыль добавлял но чтобы так конкретно рыба стала на точку и клевала такого не было то есть это все проходящие стайки где-то вот я поймаю 2-3 штучки у сани тишина потом наоборот саня половит у меня тишина самый клев был именно с девяти до десяти вот такой вот именно долги скажем так а так все время вымучивали эту рыб что еще ну значит кормушки кормушку я использовал сегодня с плюс на четыре клетки вот такую 50 грамм и изоленты перемотана чтобы на течение потому что течение чтоб на течение именно корм снизу вымывался они сверху но немножко кормушку подтаскивала она останавливалась там где-то метра два и все и так вот логия ловил поводки использовал по 90 сантиметров 01 овнер крючки фуда использовал я уже вот показывал вам какие все в принципе больше таких нюансов никаких не было просто методом исключения сначала посадишь одного мотылика пинку потом просто два мотылика в общем поймаешь рыбку на один вариант все больше он уже не работает надо же что-то опять ставить новенькое в общем сейчас будем доставать рыбу смотреть взвешиваться сколько поймал я сколько сани ну у сани мне кажется все таки по количеству больше рыбы но и на него чуть помельче было у меня если поклевка то уже хоть ну такой приличный подлещик ну рака поймал вы видели в общем скажем так для середины ноября рыбалка мне очень понравилось натешился поклевками рыбой не знаю буду я еще в этом году рыбачить или нет но пока лед не станет то все все равно поеду еще рыбачу так что кому интересно смотреть как я рыбачу как рыбачит мои друзья вместе со мной подписывайтесь на мой канал мне будет приятно это способствует тому чтоб я делал все-таки видео выкладывал все всем пока сейчас пойдем взвешиваться и смотреть короче 6 с половиной килограмм получилась рыба для ноября это вот так вот так что не забывайте подписываться сейчас еще посмотрим что Саня поймал в году не знаю может быть уже буду последний раз рыбачить поэтому решил себе рыбку это оставить заготовить к пивку вот еще друг с работы приехал поэтому поделюсь не буду все себе брать все эти килограммы поделюсь с человеком